Найдена идеальная парная, когда помещение небольшое. Вот здесь, где я сижу, 2,20. А вот здесь вот всего 2. Притом высота помещения 2,40. Частовая отделка. Во мне метр девяносто два. Я сижу на парильном полоке. Почему парильный полок? Или стол парильный, да? Потому что, вот смотрите, видите, представьте, что у меня веники в руках. И вот ты паришь человека какого-то хорошего, который здесь лежит. Проверим, как высокому человеку, длинному, не будем говорить там высокому, длинному длиннюку здесь находиться. Немножко раз делаем, делаем два и уходим. И вот ты лежишь, кайфуешь, а тебе парят. Если ты захотел не париться, а пришел с мороза и хочешь сразу же в жару, берешь, ставишь ногу сюда, поднимаешься и садишься вот сюда, по-турецки, а можешь не по-турецки, в самую жарищу. Здесь могут усесться раз, два, три, три человека. Притом, человеку, который лежит здесь, никто мешать не будет. Ты можешь сюда взять и так же лечь. Вот. Но здесь уже чуть-чуть похуже, потому что здесь не упирается локоть. Здесь баня, здесь сауна. И если ты вдруг стареньким стал, аккуратненько слезаешь и сидишь в жарешечке такой легенькой. Вот бабушка, дедушка старенький, сюда сел, сел такой вот, что совсем справляется, какая печка. А вот она, Карина. Печь с закрытой каменкой. Печь с парогенератором. Называется Карина Нова. И стоит она в специальном углу, который отделан плиткой терракот. А сверху вот такое вот. Красивое из нержавейки. А там еще фольга. Или же, может быть, базальт. Датчик. И, пожалуйста, вот он же датчик. Идет соединен с пультом. Тоже к Кариновским фирменным. Парилке год. И про нее сегодня мы поговорим. И с человеком, который ответственный за ее монтаж был. И, соответственно, с пользователем. Поехали! 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 Добрый день, Евгений! Как называется компания, у которой ты представляешь, какой я делал этот монтаж в городе Воронеж? Удачная баня. Делали монтаж этой бани больше года назад. Тут все продумано. И очень большую роль собирали хозяева в бане, потому что они продумали дизайн вот этих полков, чтобы сделать так уютно в небольшом парильном помещении баня. И теперь мы посмотрим общий обзор и вернемся к тебе. Начало строения. Что представляет строение бани? Баня сделана из газосиликата, обшита снаружи кирпичом красным облицовочным. И внутри она сделана с утеплением, и гидрозаляция фольгой, и сделана вагонка липа. Вся липа обработана с составом специальным, чтобы она сохраняла долго свою неповторимую красоту. Что еще тут использовалось? Использовался плитка терракот, и здесь над печкой сделан кран из нержавеющей стали, и под него заложен уже мини-рит. Ну, по пожаробезопасности сделали максимально здесь все безопасно. Парилка небольшая, но, тем не менее, здесь достаточно тепла, уютно, красиво. Форточка для быстрого проветривания большущая. Абажуры по углам. И есть еще освещение снизу, которое добавляет вот такой небольшой уютный изюминку в парном помещении. Обращу внимание, что подголовники очень кайфовые, эргономичные для головы. На полу лежит плитка, и мы стоим на тропе из дерева. Из полка сделано. Здесь еще красиво отделали края полка. Это термоосина. И термолипа, подсказывает хозяин. Он-то знает. А термолипа, все полки нижние разбираются, чтобы можно было залезть, убрать там, поменять лампочки на светильнике. Высота тут хорошая, то есть 240, позволяет хорошо дышать фарной. Ну и как-то, когда высокие потолки, то приятно ощущаешь себя в парном помещении. Ну, сделали отлично, я считаю. Посмотрите, ребят, все вообще по уму. Везде вон штапики, везде нержавеечка. Ну, основной показатель, то есть, это то, что баня эксплуатировалась больше года. И, видите, вот, ну, первых хозяева аккуратные, все чистенько, хорошо. Ну и по нашей работе видно, нигде ничего не разошлось. Все работает, все сделано качественно. Сейчас доберемся до хозяина. А вот и хозяин. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Мы находимся у тебя в доме. Здесь у тебя душевая зона, а здесь баня. Рассказывай, показывай, что ты здесь придумал и применил. Ну, в общем-то, все стандартно. Обшит-то все плиткой, потолок. Здесь единственное... Отличие от ведра. Это в ведре. А так просто, вот, реально, ванная, как у всех частных домах. И обливное ведро. Обливное ведро, да. Здесь дверь на трех петлях. Не помнишь, чье производство? Ой, сейчас уже, конечно, нет. Больше года прошло. Так. Ну, вот твоя баня. Заходи, рассказывай, показывай. В первую очередь, я правильно рассказал, как, что, кто парится здесь? Для чего, что предназначено? Мы с супругой тут долго продумывали, какое решение применить. Так как помещение уже, в принципе, было готово, нам оставалось здесь все правильно скомпоновать, чтобы везде хватало длины, хватало ширины. Ну, и как вы уже рассказывали, тут повыше, пожарче. Здесь немножко прохладнее. И здесь зона парения. Ну, и здесь это как бы... Бабушки и дети. И бабушки, и дедушки. Это на будущее, как бы, да. Так. Что особо хочу отметить печь. Вот очень удобная вещь получилась. Температура регулируется. Супруга и дочь парятся. Немножко температур поменьше делают. Это их температура. Потом я ставлю другую температуру, и уже парюсь при своей температуре. А давай про температуру и про режимы. На каких кто парится? То есть, интересует, какая печь, то есть, какие режимы дает печь? Ну, режим, он, в принципе, один. Устанавливаем, датчик регулирует температуру. Устанавливаем температуру на пульте. Ты какую любишь? Ну, я до 100, а моей девочке градусов до 80. Вот так. А пользуешься ли закрытой каменкой, поддаешь туда? Да, да. Вот это тоже интересный вариант. Когда туда заливаешь воду, то она потихонечку начинает бурлить, как будто чайник работает, и в этот момент начинается влажность повышаться. А акценты даешь туда внутрь, на закрытую каменку, ковшу? Или хватает просто испарителя? Нет, поддаю. Что по качеству пара? Все хорошо, все устраивает. А выходит на режим, который вам оптимальный, от начала и до захода в баню, через какое время? Нагревается довольно-таки быстро, даже меньше часа, достигает уже температуры. Так. После включения. Что хочешь порекомендовать зрителям? Делать так, как ты сделал баню? Или, может, есть какие-то недостатки? Я считаю, очень хороший вариант. Вот мне тоже очень понравилось. Многие, конечно, против электрокаменных, но я считаю, что ничем она не уступает, и во многом даже превосходит. Ты разработчик вот этой эргономики. У тебя есть какая-то критика? Если бы ты сейчас сделал, что бы ты изменил, или все бы оставил так? Ничего не изменил бы. У нас шли долгие дебаты с Евгением. Он тоже как-то сначала не воспринял нашу идею. А когда уже все было готово, он тоже оценил этот вариант. И я считаю, что здесь он как бы самый единственный, что можно было из-за этого извлечь. Ну, я, ребят, вот в восторге. Реально. Небольшое помещение, но из него выжато просто все по максимуму. И нашим, и вашим, и чужим. Собственно, рекомендую делать так, как здесь в Воронеже сделано. Ну что, посмотрели? Время поставить лайк. Все, всем пока. Тебе спасибо огромное за науку. Спасибо вам.